Теория БКШ при нулевой температуре. БКШ знаете, как расшифровывается? Бардин, Херек Купер, Херек Шеррифер. Бардин, человек великий, он уже умер, получивший две Нобелевские премии. Это единственный человек, который получил две Нобелевские премии в одной отрасли науки. Две Нобелевские премии на разных отраслях науки получила Мари Кюри. Одну в химии, другую в физике. Купер, я не знаю, когда-то он там, говорят, в Израиль уехал, о чем-то занимался. А Шеррифер, я не знаю, вышел на стервы или нет. Ну, весьма почтенно в возрасте. Он на своем Мерседесе гонял там в Калифорнии где-то с дикой скоростью. Ну, и там, разбил других людей со смертельными случаями. За это его, так сказать, ну, там, до года 70-80, до этого его посадили в Дермун. Была эта история года 3-го назад, а дальше, я не знаю, сидит он, вышел в углу и встречается. Ну, ничего, когда он был молодой дядь, вполне такой живой, сел и встречный. Так, ладно, ребята, почему-то у меня тут порадовало 9. Ну, ладно, давайте 9. Теория... А-а-а... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Остеры волны. Так. Забыл взять, пропустил, так сказать, парадом 8. Я бы снял на пальце. Как за счет взаимодействия с фоновыми возникает притяжение? Ну ладно. Праграм 9. Теория БКШ по нулевой температуре. 9.1. Модельный гамильтониан БКШ. Модельный гамильтониан БКШ. В общем, стандартная запись электронно-электронного взаимодействия в бесконечной системе, в трансляционной инвариантности, то есть парное взаимодействие в общем виде представлений коричневого фронтовата записывается так. взаимодействие, она вторая, сумма К1, К2, К3, К4, это луновые вектора электронов, С1, С2, это спины электронов, В, К1, К2, К3, К4. Так, оператор в вождении электронного состояния К1, С1, оператор в вождении электронного состояния К2, С2, А, К3, С2, 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 А, К4, С1. И поскольку система трансляционно-инвровядная, то, значит, вы можете координатам любых электронов доогравить одно и то же расстояние, то есть смести на одну и ту же величину, это приводит к тому, что возникает закон сохранения на импульсы единоволновые вектора К1, К2, минус К3, минус К4. То есть это дельта, это символ К3, а он означает, что должно выполняться следующее равенство по 1 плюс К2 равняется на 3 плюс К4. Ну ладно, раз выполняется такой закон сохранения, то можно ввести суммарный волновой вектор или суммарный импульс К1, и, значит, тогда можно переобозначить так, К2, суммарный импульс, минус К1, К3, суммарный импульс, минус К4. Пока я ввел только суммарный импульс, это стекляненько не владел. В итоге, что у меня получится? Вот тогда у меня, поскольку эти четыре импульса вектора, связанные с законным сохранением, на самом деле три независимых, и получается тогда аж взаимодействие в стандартном виде, где учтены все возможные взаимодействия между электронами, здесь К1, ну, допустим, К4 и К. Значит, и матричный элемент взаимодействия будет записываться так, К1, С1, С1, А плюс К, большое, минус К1, С2, С2, А, К4, С2, А, К4, С1. То есть пока все формально абсолютно точно. Что делает Бардин Копи и Шурифер? Вот из этой части взаимодействия они оставляют только те матричные элементы, отбрасывают другие матричные элементы, которые отвечают суммарному импульсу К0. То есть вот в этом парном взаимодействии оставляют только взаимодействие, когда суммарный импульс электронов К0. Тогда, значит, вот наш, вот этот потенциал взаимодействия будет зависеть всего лишь от двух импульсов. К1, ну и второй импульс, это галка, допустим, два, или первая импульс К маленькая, вторая К1. То есть мы оставляем этот матричный элемент вот такого вида К, минус К, минус К1, а1. То есть вот в этом матричном элементе берем только с лучей К равное 0, остальные выкидываем. Вот, значит, это первое воздвижение. Так, теперь, что касается вырезания по величинам импульса. Теперь давайте оставим матричный элемент только с такими импульсами и давайте распишем в явном виде, какие у нас варианты по спинам получаются. Значит, мы теперь редуцировали, уменьшили галкетерианское взаимодействие, оставили одна вторая, сумма с А К1, Сигма 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 1, В К К1, А плюс К Сигма, А плюс минус К Сигма 1, раз, А минус К1 Сигма 1, А К1 Сигма. Вот, значит, в принципе, должны быть и такие матричные элементы. Давайте теперь переберем все значения спинов Сигма Сигма 1. Значит, каждый спин понимает значение либо вверх, либо вниз. Тогда вот это все сумму можно будет переписать следующим образом. в явном виде воспишем сумевывание по спинам. 1, 2, 1, 2, К К1, В К К1, В К К1, А плюс К К, К К1, И отбираем все возможные направления спины, А плюс минус К, А минус К1, вниз, А К1, вверх. Так, плюс такая комбинация, а плюс к вниз, а плюс минус к вверх, а минус к влевых, а к один вниз. Так, какой набор? Смотрите, значит, здесь что получается? Уничтожается электрон с противоположными направлениями спинов, и вот здесь тоже уничтожается электрон с противоположными направлениями спинов, и вождается пара электронов с противоположными направлениями спинов. Вот это значит синглентные пары. Но есть другие варианты еще. Есть другой вариант. Плюс а плюс к вверх, а плюс минус к вверх, а минус к один вверх. Так, плюс а к вверх. А вот здесь у нас, смотрите, уничтожается пара с одинаковым направлением спина, то есть либо вверх, либо вниз, и вождается пара с одинаковым направлением спины. Вот эти пары, кстати, они имеют результирующий спин, в общем, это пары, результирующий спин, отличный от нуля. Это треплетные пары, треплетные пары. И взаимодействие, связанное с рождением и уничтожением треплетных пар, ВКШ не рассматривает. Вот это отбрасывает. Так, если опустить взаимодействие между треплетными парами, то, значит, член с рожденными парами можно немножко модифицировать. Давайте сделаем такую же штуку. Давайте во втором члене сделаем такую замену k заменим на минус k и k1 заменим на минус k1. Это вот во втором члене. Раз, во-вторых, примем гипотезу такую, что В минус k минус k1, оно чётно, если в обеих, так сказать, волновых векторах или в импульсах поменять значки. Вот если это понять, то тогда ремильтонианное взаимодействие будет иметь вид h интерэш сумма k k1, b k k1, a плюс k вверх, a плюс минус k вниз. Значит, после такой замены эти вклады удваиваются, нафтовая исчезает, а минус k мин, а k минус нет. Будем считать, что вот этот потенциал взаимодействия Vk, k1 у нас отрицательный, то есть он отвечает в протяжении. В итоге, в итоге, модельный гемильтониан Vk, k, k, который учитывает далеко не все взаимодействия системе электронов, он учитывает взаимодействие только между парами электронов с противоположно направленными спинами из синглентном состоянии, выглядит так. Вот я и пишу, опять же, Георгий Тодиан и Берридаша. Сумма К, кинетическая энергия, она пишется в неизменном виде. Сумма по К, сумма по сигма. Плюс редуцированный Георгий Тодиан взаимодействие. Георгий Тодиан, Георгий Тодиан. Так. Вот этим же электроненом мы и будем заниматься. Так. Пункт 9.2. 9.2. Волновая функция основного состояния. Волновая функция основного состояния. Давайте, согласно результатам решения модельной задачки Коупера. Модельной, потому что там взаимодействие странно только между двумя электронами. Давайте будем предполагать, что все электроны у нас в основном состоянии связываются попарно. вот такие группы. К вверх, минус К вниз. К бывают разные, то есть они будут какой-то К1, К2, К3. И вот эти все номера, эти просто номеруют различные пары. Давайте предположим, что у нас есть какая-то такая волновая функция. Фи К0. Оно описывает такое состояние, когда состояние электронов К вверх и минус К, спин вниз, свободно, то есть нет пары. В состоянии К нет пары, то есть К вверх и К минус, а мы свободны. Так. И предположим, есть волновая функция, характеризующая состояние К, когда оно заполнено парой, то есть К вверх и минус К вниз занято двумя электронами. Давайте введём пробную функцию такого состояния К. То есть две возможности. Либо состояние К занято, либо состояние К свободно. Так, как сказал лекарь Богомолу, над телом бездыханного гулатины пациента, есть две возможности пациента, либо жив, либо мелкая. Ихотомия. Так что у нас либо есть пара, либо пара нет. Давайте, пусть с каким-то весом у К у нас присутствует состояние, в котором нет ни одной пары, либо с весом у К это состояние пара заполненной. Совершенно очевидно, что вот это заполненное состояние может получаться без вот этого пустого состояния следующим образом. Состояние ФиКа1 получается, если взять пустое состояние и в нём вводить векторную пару. Тогда, значит, вот эта наша волновая функция ПсиКа для какого-то фиксированного значения Ка может быть записана следующим образом. У К плюс ВК плюс пара этих операторов рождения. Ну, действующее всё это на пустой функции ПсиКа. Это вот мы записали волновую функцию для какого-то фиксированного значения Ка. Но у нас Ка много и, допустим, для каждого Ка надо вводить такую волновую функцию, и поэтому пробную волновую функцию давайте в качестве догадки, в качестве пробы мы учитываем волновую функцию, которая представляет произведение вот всех волновых функций из вот таких разных состояний. Вот пробная волновая функция основного состояния, здесь произведение по Ка вот всех таких функций, отрисящихся конкретно. Если наша догадка верна, то, скажем, если мы вычислим целеднее лечение гамильтониана из такой волновой функции, то есть вычислим энергию в основном состоянии, если наша догадка верна, энергия основного состояния, вычисленная с помощью такой волновой функции, должна быть ниже, чем энергия основного состояния, вычисленная на волновой функции и взаимодействующих электронов, испарившихся. То есть, в следующей протяжении должно получиться, что вот такая волновая функция такая, вписываясь в состояние со связанными парами, она энергетически выгодна. Но для этого нам надо провести некую подготовительную работу, прежде чем считать, энергию основного состояния. Ну и прежде всего, давайте разберемся с вот этой волновой функцией и сделаем дейские заготовки всем нам на будущем. Так, во-первых, эта волновая функция должна удовлетворять условия нормировки. Если пользоваться, значит, ну, диабраковскими обозначениями, то условия нормировки, ровновой функции, это записывается так. Ну, давайте посмотрим, какие требования на коэффициенты у и вы налагают условия нормировки. Значит, и 0, и 0. Произведение под х. Псика на псика. Так, пишем, значит, вот эта волновая функция. Она есть. Комплекс изображённая, естественно, значит, это здесь что будет? Так, УК плюс ВК. Так, А крест К. А крест приютом в кран-микс. Значит, знак орбитового сопряжения, то есть, вернее, вот, равновая функция должна быть орбитово сопряжена. Так, дальше. УК плюс ВК. А крест К. А крест минус К. Так. Ну, и надо замкнуть это функции сосуществиям ПА. Ну, надо выполнить операцию орбитового сопряжения над этой частью. Давайте будем для простоты считать, что коэффициенты У и В у нас действительны, поэтому операция орбитового сопряжения как всегда делается по принципу. Если есть операторы А и В, то после орбитового сопряжения порядок их меняется вот так. Значит, после орбитового сопряжения у нас получается так произведения ПАКА. Так, ребята, в стихе я индексы наврал. Вот здесь, в принципе, спины надо в разную сторону направлять. Парки все бледные. Ну, и теперь нам надо считать матричный элемент. Надо считать матричный элемент и вот от произведения двух таких скобок. Значит, здесь будет У квадратка плюс В квадратка. В квадратка стоит минус А вверх. Так. Так. О, опять. В К, У К. Крест на крест. Так. И, наконец, В квадратка. А минус К. А К вверх. А плюс. К вверх. А плюс минус К. Вниз. Ну, вот надо сосчитать четыре матричных элемента. Так. Ну, это еще самое простое. Постоянный выносим знак интегрирования. И считаем, что вот эти волновые функции, описывающие состояние пустое нормировано, значение пустое У квадратка. Дальше. Перекрестные члены надо считать. Перекрестные члены. Давайте считаем, какой матричный элемент А минус Крест. Чего? Результаты равен. Вот. Равен. Состояние, в котором нет вообще это лечебних электронов, там еще что-то грохали. А минус Крест. Так. Ответ. Хорошо. Правильно. Потому что в результате этого мы получаем ИКа1, а эти два состояния описывающие хоть разные состояния адреналины. Ну и наконец четверной член. Смотрим на него. Вот это пара операторов ведет эту скобку в состояние Пси Ка1. То есть в состоянии два электрона заняли уровень. а вот это пара операторов опять же вернет в исходное состояние. Значит, в результате всех этих наших экзерсисов получается Пси 0 на Пси 0 произведение по Ка. Первый член нас есть из-за личин буквы квадратка и последний член буквы квадратка равняется единицей. Ну, очевидно, что результат этого произведения многих со множителей равен единице, если понять, что Ка, 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 Ка. Самый плачевный равен разрешения. Значит, мы выяснили, что в нашей пробной волновой функции коэффициенты U и V удовлетворяют безусловие нормировки такому решению. Теперь, значит, что нам надо сделать? Нам надо для будущего, для расчета Кремлентониана сделать некую заготовку, вычислить матричные элементы от групп операторов. Вот надо найти нам среднее значение на волновой функции Финоль вот такой вещи. Это с помощью волновой функции Финоль мы потом будем усвоенять кинетическую энергию. В кинетической энергии есть вот такой групп операторов. ну вот надо его значит сосчитать соображаем это представляем явный вид К1 Пси К1 АКВ 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 на Пси К1 Ну естественно значит вот в этом произведении надо выделить члены когда К1 не совпадает СК значит и выделить член когда К1 совпадает СК умножить на кучу членов К1 не равняется К Ну вот вот эти все вещи дают единичку значит у нас остается Пси К1 АКВ на Пси К АКВ вверх опять таки подставляем в лоб выражение для Пси К у нас получается таковое длиннющее длиннющее выражение Пси К1 УК ВК А вверх АК вверх это результат ремиссового сопряжения Затем вклиниваем вот эту палочку опернаторов ну и волновая функция на хвосте вот вот такая длиннющая комбинация Так, ладно. Поехали расписывать его. Так, первый член булкового донатка. Вот такой. Этот маточный элемент равняется нулю. Почему? Потому что вот этот оператор уничтожения действует на пустое состояние. Значит, уже сразу вот этот оператор подействовал, здесь получился но. Дальше перекрестный УКВК. Так, четверной член А-К вниз, А-К вверх, А-К вверх. Ну, по тем же самым причинам. Это у нас новость. Так, дальше плюс УКВК. Дальше. Ну, можно тоже по-разному доказать, что этот маточный элемент – ноль. Проще всего это рассуждать так вот. А просто оператором надо в другую парку привести? Ну, вот, скажем, вот эта штука – это есть просто результат эрбитового сопряжения. Ну, и, наконец, остается последний член. А-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх. А-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх. Вот этот результат ненулевой еще, но сейчас немножко надо с ним повозиться, чтобы показать, что в итоге. Когда вот тот шельс у меня, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх. Так, давайте сделаем вот так. Вот эту среднюю группочку я помечу сразу. Ну, вот условно назовем четвертый вклад в аппарациональное π в ноль, а-К вверх, 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 а-К вверх. А вот в этой паре операторов по коммутационным фермерским соотношениям я... Фу-ты. Внимательность пала. По коммутационным фермерским соотношениям я делаю вот что. Давайте я поменяю местами это и это. Значит, я оператору минус А-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх, а-К вверх. Так, что у меня получится от первого члена? Так, спину забываю писать. Так, первый член будет а, минус а вниз. Дальше, а. Так, хе-хе, k вверх подавайте, а, k вверх подавайте, а, а плюс хе-хе. Но для фермерских операторов известно, что квадрат это 0, значит, остаётся только то, что у нас тут после перестановки единичной. Значит, фе-хе 0, а минус а вниз, а, k вверх, а плюс а вверх, а плюс минус а вниз, фе-хе 0. Ну, это уже ясно. Вот это, что вы подействовали, получили в хе-хе. Дальше, на результат этот подействовали, получили в итоге хе-хе 0. И в хе-хе 0. Это единичная. Значит, в результате всех этих наших манипуляций мы получили следующую заготовочку, которой нам понадобится, и 0. точно так же я могу показать. Ну, вот, вот, значит, это нам пригодится при усреднении кинетической энергии в гамитаряне ПКШ. Теперь нам надо ещё усреднять член взаимодействия, а там будут встречаться вот такие комбинации операторов, зажатые между с основным состоянием. Давайте, значит, вычислим ещё один оточнительный момент. Так, когда мы будем усреднять с полностью вот этой пробной волновой функцией, для них вклад взаимодействия у нас будут наверняка такими. Ну, с комбинацией. Так, подставляем в явном виде и 0. Опять-таки, выделим там и 0 только из произведения то, что совпадает по индексу. У нас возникают следующие, следующие вещи. У квадратка. У квадратка. Первый член. После подставки такой. Так, и перекрёстные члены. Давайте перекрёстные члены. Первый крёст при члене. Плюс. ВК на УК. Так. А. А. ВК. Минус. К. Вниз. А. К. Левых. А. Плюс. А. Левых. А. Плюс. А. К. А. ВК. А. Отк. А. ВК. А. ВК. А. Так. 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 Шестерное члено. Так. Раз, два, три, четыре. Так. Так. Так, так, так. Ну, начинаем смотреть по вяточку. Так. Так. Первый будет нуликом. Почему? Вот эта парочка здесь получается Фи К1. Ортогональные состояния. Вот. Так. Дальше. Второй член. Смотрим. Вот эта пара сделала Фи К1. Фи К1. А вот эта пара после этого подействия на Фи К1 перевела Фи К0. Значит, этот член даст просто ВК на УК. Дальше. Вот этот член. Рождает в пустом состоянии заполненное состояние. И еще раз пытается родить, так сказать. Туда уже больше членов не влезет. Долго уже. Ноль. Ну и этот уже по этим же самым причинам. Два раза действует на пустом состоянии. Даже если, допустим, там две пары появилось. Чего невозможно. Вот это понижает одной парой. Ну тогда все равно. Значит, с всего этого остается только вот такой вклад. Значит, результат выглядит так. Результат выглядит так. и точно так же можно показать, что ВК на УК. ВК на УК. Ну, давайте напишем заголовок 9.3 Энергия основного состояния. начнем немножко вычислять и поставим точку. Сосчитаем. А, ладно, ребята. Давайте. В общем, вот мы заготовили некоторые вещи и с их помощью будем в следующем раз.